В эфире спецвыпуск проекта «Пограничная зона». Уже несколько дней в соседней Армении на улицы выходят недовольные люди. Митинги против назначения экс-президента Сержа Саргсяна, премьер-министром страны, захлестнули центр города. В нашем регионе, когда слышишь про массовые акции, тем более, когда они вспыхивают в стране, которая является членом Евразийского союза, невольно думаешь, что вот, началось. Еще одна страна решила выступить за защиту своего суверенитета и право не консультироваться с большим соседом, как и с кем нужно жить. Но нет. По заявлению армянских экспертов и аналитиков, протесты связаны с внутренними проблемами. И в первую очередь с тем, что экс-президент, как говорят, переделал Конституцию под себя, чтобы после президентского срока продолжить руководить страной уже на посту премьера. О том, что происходит сейчас на улицах Еревана и насколько в реальности массовые эти акции, чем живет армянский народ, обсудим с главой аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Армении Степаном Григоряном. Добрый вечер. Сейчас идут массовые протесты против назначения экс-президента Саргсяна премьер-министром. Насколько массовые эти протесты и почему граждане не хотят, чтобы Саргсян продолжал управлять страной на новом посту? Ну, сразу скажу, что многие и не ожидали такого масштаба протестов, которые произошли. Потому что оппозиция уже давно поднимает вопрос против избрания третий раз руководителем страны Саргсяна. Давно оппозиция поднимает, это не сегодняшний процесс, но всегда на митинги приходило достаточно ограниченное число людей. Сейчас, когда этот факт приблизился, почти стал реальностью, люди уже стали показывать свою точку зрения. И вот мы видим, что несколько инициативных групп, в том числе известные политические деятели, смогли раскрутить на очень серьезном уровне вот эту митинговую волну. Еще три дня трудно было себе представить, что такой масштаб будет. Но, по всей видимости, недовольство действиями власти настолько большое было, что удалось оппозицию раскрутить. Вот чтобы вы представили себе масштаб, я не говорю, что это как минимум десятки тысяч людей, чтобы масштаб себе представили, центр Еревана достаточно большой территориально, достаточно большой центр в Ереване. Он полностью парализован. То есть, в общем, почти весь город парализован, но центр полностью перекрыт активистами. Это как бы мирные акции протеста против того, что Саркистиан хочет выбраться. И географически, вот вы представьте себе, что Ереван не маленький город, миллионный город. Центр очень большой у нас территориально. Он полностью перекрыт. То есть, все главные трассы города перекрыты активистами. Да, но чем недовольны люди? Почему они не хотят, чтобы Саркистиан продолжал руководить страной? У нас всегда была традиция, что президентские выборы проходили в конкурентной борьбе. В Армении, в общем, сложились определенные свободы, демократические институты и так далее. И вдруг нас хотят загнать в такой примитивный жесткий авторитаризм. Причем, ну, те люди, которые даже харизмы не имеют. Поэтому, я думаю, это с этим все тоже связано. То есть, не только с недовольством, вот как правил Саркистиан, в Армении объективных много проблем. Это не только из-за плохого правления. Но именно из-за того, что общество не хочет. Оно хочет жить в более свободном обществе. Но по Конституции же Саркистиан имеет право занять эту должность. Был референдум. Ну, во-первых, у нас, мягко выражаясь, когда был референдум по смене системы правления от президентской и парламентской, мягко выражаясь, есть серьезные сомнения, что референдум не прошел честно. Второе, в прошлом году были парламентские выборы. Есть серьезные сомнения, что нечестно проходило. Понимаете? Это накопилось. Вы правы. Формально республиканская партия говорит, мы же большинство, что вы хотите. Да, вы большинство, если люди верят, что были честные выборы. Здесь надо, наверное, аналогию корректно проводить с разными странами. В том числе, с теми странами, где, может быть, не самодемократическая система, но лидеры имеют авторитет. Лидеры, люди голосуют добровольно, а у нас, к сожалению, ну, мягко выражаясь, сомнения есть, насколько честно проходили выборы. Поэтому на этом фоне, понимаете, а то формально вы правы, что случилось. Республиканская партия имеет подавляющее большинство, парламентские говорят, что вы нам это говорите? Мы им говорим, извините, ребята, но мы же знаем, как вы выбрались. Что вы нам сказки тогда рассказываете? Вот этот фактор очень важную роль играет в том, что формальные процедуры не работают. То есть люди знают, что и референдум, который прошел по изменению в конституционном строе Армении, и в прошлом году парламентские выборы. Это очень важный парламент выбирали в прошлом году, потому что мы же перешли сейчас. Парламентская система, парламент становится главным институтом и премьер-министром в стране. И к обоим выборам серьезные сомнения в честности. Понятно. Вы можете сказать, есть ли данные по поддержке экс-президента, его партии и того курса, который проводит власть? Сколько людей поддерживает власть сейчас? С моей точки зрения, если будут честные выборы, возможно, что Республиканская партия Армении не сможет пройти в парламент, не сможет преодолеть 5-процентный рубеж. Но вы мне можете законный вопрос задать. Извините, а как-то получилось, что они там 40 или 45 процентов набрали, а по итогам всего подсчета, вы знаете, уже 60 процентов внутри парламента имеют. Как это получается? Мы и говорим, получается следующим образом. Закон по выборам так построен, что олигархия и богатые люди выбираются. У нас в законе это прописано. Кто богатый, тот и выбирается. Это не шутка, то, что я вам говорю. Есть так называемое у нас рейтинговое голосование, в котором официально написано, что вот если ты деньги имеешь, ты прошел в депутат. Если не имеешь, ты прошел. То есть слово деньги не написано, но написано, вот вы это почувствуете очень хорошо. Что смотрите, вот на местах, кто богатый, тот может раскрутить предвыборную кампанию, тот имеет возможность людям дать деньги, и за деньги они идут голосовать. Это практически прописано в законе. И мы говорим, с таким законом вы столько набрали. А давайте честными законами выбираться свободно. Не используйте административный ресурс. Дайте возможность оппозиции, гражданским активистам тоже на равных с вами конкурировать. Я вообще сомневаюсь, пройдут они или нет. Но, еще раз повторяю, объективного критерия, сколько у них процентов, нет. Я не хочу от вас скрывать. Почему нет? Потому что выборы и их легитимность, их честность под серьезным сомнением. Но если бы это только мои замечания были. Вы знаете, и ОБСЕ, и Парламентская ассамблея Совета Европы, все вот эти недостатки отмечала. Поэтому очень трудно сказать, какой у них рейтинг. Могу твердо сказать, что оппозиция должна была иметь намного больше места в парламенте. Это бы соответствовало больше объективного расклада. В Фейсбуке вы писали, что полиция применяет силу против протестующих. Есть какие-то конкретные случаи? Ну, напряженное положение. Отдельные столкновения были. Вот сейчас к вечеру еще более усилились. Я бы не сказал, что они большой масштаб носят, но очень жесткое противостояние. Ну, вот представьте себе, что митингующие вошли в ряды полиции. Там дискуссии были и так далее. Это означает, что полиция тоже не уверена, что она должна жестко применять. Митингующие не могут так легко отобрать щит или дубинку полицейского, или шапку взять. Вот такие явления уже есть, а это означает, что серьезная ситуация. Несколько всяких шашек дымовых бросали полицейские. Вот такие локальные стычки есть, пока не масштабные. Но сам этот процесс показывает, что даже внутри полиции нет единства. Потому что если им приказ дали, то они применяют эти спецсредства. Потом мы их будем критиковать за то, что они силу применили против мирных митингующих. Но я пока не вижу, что они имеют политическую волю применить силы масштабно. Потому что действительно митингующих много. Ответ будет очень жесткий тогда. То есть вина ложится на власти, естественно, если они начнут. Но вот эти сцены, которые я вижу, они говорят о том, что серьезная ситуация. К счастью, несколько лидеров еще оппозиции присоединились к этим митингам. И присоединились, потому что чем больше депутатов присоединится к митингующим, вопрос не только в том, что митинговая волна усилится. А главное в том, что власти не решатся. Тогда масштабно применится силу. Потому что депутаты наделены соответствующим иммунитетом. И не услышать их, тем более, будет нелогично. И вот сейчас очень важно, очень известные депутаты присоединились. После того, как ранили Никола Пашиняна, были еще столкновения. Попытки людей рассеять, но неубедительные попытки. Он попал в больницу, сейчас уже вышел из больницы. Ему поранили ладонь, потому что было такое локальное столкновение. В этом столкновении однозначно была виновата полиция. Почему? Вы можете сказать, откуда вы что, следствие проводили? Он депутат, он хотел зайти в здание парламента. Он депутат национального собрания. И полиция начала ему мешать. И когда он попытался прорваться, он депутат, вы понимаете, да? Его никто не имеет права останавливать. Он идет на место своей работы. И когда полиция попыталась его остановить, вот тогда и они поранили, там что-то дубинкой ударили, поранили. Потом там шашки бросили. И вместе с ним несколько людей, которые тоже вместе с ним шли в парламент. Они побили. Скоро там вызывали несколько человек. Они были ранены. Я не сказал бы, что это, знаете, такая невозврата точка. Нет, нету точки невозврата. И вот сейчас вот такое, я бы сказал, неустойчивое равновесие. Вот сейчас, еще раз я повторяю, я это связываю с тем, что не все в полиции готовы выполнять приказы нелегитимной власти. Вы знаете, когда я сказал проблемы этой власти, в чем заключается, нюансы рассказал, могу продлить. Но когда власть не совсем легитимна, когда оспаривались все выборы в Армении, в том числе в прошлом году национальное собрание выборов, оспаривались очень серьезно и не только оппозицией, но и обществом, конечно, им применять так просто силу будет очень сложно. Очень сложно. Все понимают серьезные ситуации. Я надеюсь, что вот эти новые депутаты, когда пришли, ну, в каком смысле, это очень известные депутаты, но как бы только они включились в эту борьбу оппозиционную, это будет сдерживающим фактором для власти. А в чем основные претензии оппозиции к правительству? В чем заключается протест? Что власть ты применяешь грубую силу, власть ты хочешь спальсифицировать выборы, власть ты хочешь Армению повести к тоталитарной или жесткой авторитарной системе, мы мирными способами, в том числе протестом, сидящими за бастовками будем противостоять. И масштаб на этот раз гораздо больше, чем раньше. Вы знаете, несколько лет назад очень серьезные митинги были по разным причинам, но сейчас этот масштаб резко раскручивается. Почему? Потому что, вы знаете, вот очень часто, когда критикуешь, думают, что лицо критикуешь конкретное. Мы не хотим, чтобы третий раз у нас управлял один и тот же человек. Даже не в этом человеке дело, что у нас критическое отношение к его деятельности. Даже не в этом дело. Вы же знаете лучше меня, что такое политология, когда наука это дает ответы, когда человек третий раз становится управлять страной. Может, есть страны, где это хорошо. Я не знаю, за другие страны не отвечаю. Но для Армении, для страны, которая, безусловно, часть европейского сообщества, для Армении, где за эти 25 лет сложились традиции, у нас много разных выборов было, борьба политическая была, и вдруг нас ведут к такому. Вы представьте себе, что вот это президента, когда мы выбирали в марте, в апреле этого года, это впервые в истории Армении безальтернативно выбирали президента. Вы представляете, что творится в Армении? Протесты возглавляет лидер партии «Гражданский договор» депутат парламента Никол Пашинян. Какая у него поддержка в стране? Некоторые пророссийские медиа дают мнение армянских аналитиков о том, что оппозиция просто зарабатывает сейчас рейтинг на будущее, а не пытается реально не допустить назначения Саркисяна. Ну, вы знаете, у нас разные точки зрения, и, слава богу, Армении этим хорошо, что пока еще мы можем слышать разные точки зрения. Да, были разные сомнения, но по тому, как он действует, как они решительно идут, я не вижу здесь какой-то игры, потому что последствия этих их действий четких, с одной стороны, мирных, но с другой стороны, могут быть очень серьезными, потому что власть у нас, к сожалению, в последнее время часто силу применяет, и я здесь никакой игры такой не вижу. Но есть другая вещь, я еще раз повторяю, куда пойдет Армения, вот это сейчас решается. Мы привыкли в постсоветских странах, что когда массовые протесты происходят, это связано с внешней политикой или правом выбора внешнеполитического курса, сотрудничества с Россией или Западом. Здесь есть этот аргумент или это чисто вопрос внутренней политики, внутренней ситуации? Я, честно говоря, пока не вижу, и я объясню почему. Потому что в этом протестном движении, ну, как бы лидирующая роль у Николы Пашиняна, а это тот человек, который не ориентирован ни на Россию, ни на Европу. То есть, такой четкой у него ориентации нету. Я бы сказал, он больше ориентирован проармянский, да? Поэтому и такого оттенка четко нету. То есть, есть оттенок недовольства внутренней политикой, свободами, и что третий раз не должен быть один и тот же человек президентом. То есть, эти компоненты доминируют. А не та компонента, что, знаете, вот эта борьба, потому что мы в Евразийском Союзе, и там плохо. Не скрою, что очень плохо, что мы пошли в Евразийский Союз. Я этого не хочу скрывать. Но в этом движении я этой компоненты вообще не вижу. То есть, первым долгом внутренние вопросы, социальная политика, недовольство, недовольство действиями властей, в смысле ограничения внутренних свобод, политических свобод в стране. Эта компонента. Внешняя компонента, я даже вот в речах лидеров сегодняшней оппозиции, причем здесь не только политические лидеры, я вам сказал, очень много гражданских активистов, наших друзей, наших партнеров, общественные организации и так далее. И те люди, которые нету вот такой жесткой, вот давайте пойдем в Европу и давайте пойдем там в Россию. Такой компонент я пока не вижу. Дальше посмотрим, как будет. Есть ли перспективы этого протеста, или как в прошлый раз пройдут акции, и протест просто сойдет на нет? Вы знаете, все может быть, все может быть, но судя по тому размаху, который сегодня раскрылся, ну, я же сказал, последние три дня, раскрут шел, усиливалось, но сегодня то, что творится, вы знаете, так примитивно Сержа Саркесиана провести. Вы вообще, вы встречали такой случай, когда партия, казалось бы, правящая партия, она где-то уезжает из Еревана, чтобы протестной акции не было, и где-то в подполье принимает решение о выдвижении Сержа Саркесиана. Вы вообще в такое верите? Обычно подпольные заседания делают, в подполье делают не правящая партия, а оппозиция, если там тоталитарный режим или авторитарный, и так далее. Вы представляете, они убежали в Сахкадзор, это под Ереваном, и не говорили даже время, когда они свое заседание делают, потому что обычно такие заседания освещаются журналисты, и так далее, и не пустили, и так его выдвинули. Нет, ну что это за страна? Я такого не представляю себе, что правящая партия в подполье делает заседание, чтобы выдвинуть на примерство. Зачем? Если они ничего не боятся, если они считают, что это честно, почему они прямо не говорят? Но, трудно сказать, чем закончится, и я не могу сказать. Власти, возможно, что придется применять силу, потому что других у них аргументов нету, но это приведет, конечно, к последствиям серьезным для власти. Интересно. Я, к сожалению, не занимаюсь и не слежу пристально за ситуацией в Армении, если это не касается Грузии, конечно. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что в Армении сейчас авторитарный режим, или, если своими словами называть, диктатура? Все-таки у нас свободы всегда были, поэтому у нас долгое время был мягкий авторитаризм. Вот сейчас делается попытка перехода к диктатуре, то есть к более жесткому авторитаризму. Это еще не тоталитаризм, но к диктатуре, к жесткому. То есть, когда оппозиция уже не сможет практически ничего делать в парламенте, когда будут приняты такие законы, что они вообще там двигаться и не смогут, а потом, естественно, массовые аресты и так далее. То есть, эту схему прошли многие страны. Вот эта борьба сейчас для того, чтобы не допустить закатывания Армении вот в такую систему, вот, да, в систему диктатуры. Я надеюсь, что вот эти протестные акции будут очень серьезно иметь стерживающий фактор для власти. То есть, власть сейчас должна думать, что это делать. Я хочу сказать, обратите внимание на следующее. Да, может применить власть грубую силу, подавить это, хотя, я думаю, будет очень сложно подавить, потому что масштаб сегодня, я вижу, очень большой протестных акций. Но даже если власть подавит, власть должна понять, что в Армении диктатуру построить долговременно невозможно. У нас нету нефти и газа. У нас нет возможности за счет нефти и газа получать большую прибыль и компенсировать плохое управление, понимаете? Да, можно подавить, но это будут короткоситуационные эффекты, и потом опять все это продолжится, и будет уже тогда жестокая смена власти. Я считаю, что власть должна прислушаться к людям сегодня. Спасибо за интервью. Говоря об изменении Конституции, наверное, вы помните, что аналогичный ход собирался проделать и Михаил Саакашвили в Грузии в 2012 году. Именно в конце президентства Саакашвили, как и сейчас в Армении, страна резко перешла на новую форму управления. И президент лишился большинства своих полномочий. Если бы в октябре 2012-го коалиция Бедзина и Ванишвили не выиграла выборы, то именно Саакашвили занял бы пост грузинского премьера. Да, Саакашвили тогда провел довольно открытые выборы. В оппозиции был доступ к СМИ, нарушения не имели масштабного характера, но в случае возможности победить, Саакашвили ни за что бы не выпустил власть из своих личных рук. Уже спустя несколько лет Конституцию Грузии начала менять и новая власть, получившая конституционное большинство на парламентских выборах, а потом и большинство на выборах мажоритарных. Серия поправок, направленных на ослабление оппозиции, постоянные нападки на президента, который хоть и не имеет много полномочий, но все же имеет много рычагов и площадок высказать мнение о действиях большинства, доносить его до международной общественности. И пусть все эти процессы в Грузии оформляются в важные перемены для лучшего будущего страны, но факт остается фактом. Будь то Армения с Евразийским союзом и российскими военными базами, будь то Азербайджан или Грузия с НАТО, штатами, демократией, все правительства наших стран, или вернее правители, по дороге с разговорами о правах человека и демократичности забывают, что они лишь избранные менеджеры всеми силами, правдами и неправдами стараются удержать свою власть. Может, в некоторых постсоветских странах это и приходится оформлять как важные реформы, но по сути вся основная работа власти в постсовке до сих пор направлена на удержание этой власти. Придумываются поправки, реформы, барьеры. Да, для этого не обязательно сажать оппозицию, как это делает Кремль, или разрушать сознание граждан пропагандой. Ну зачем так прямо? Но по сути всем нам, всем странам региона, подписавшим ассоциацию с ЕС или нет, еще предстоит много лет и много работы, чтобы от нас безвизовых в Европе перейти к Европе в нас. Реального желания уважать и ценить демократические институты, а не только получать бюджеты на их строительство. Реальное желание уважать права людей и понимание, что вы сами и каждый из нас, это и есть люди, независимо от того, на каком посту кто сейчас находится. Ведь завтра постов и мигалок может не быть. В эфире был спецвыпуск проекта «Пограничная зона». В четверг, 19 апреля, в новом выпуске передачи смотрите эксклюзивное интервью посла Украины в Грузии Игоря Долгова. Делитесь нашими видео с друзьями и подписывайтесь на наши каналы на Фейсбуке и Ютьюбе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!